Эмм, это не ты мне в воскресенье Пасху светил? Не делай этого начала, идиот! Как всегда качественно и без воды. Постоянно читает эти комменты, голду и деформи морда и подстрижись! Ах, позволь, дайм-код выгла, и отривление заканчивается. Норм придумал вступление. Ага, только эта тактическая карта не работает. Уже тикеты были написаны Близзам, когда юзаешь её, пекаешь открыто новые маршруты. И идёшь к перелёткам, и хрен тебе. Ча тут одеваться, твинка? Заходишь на 120-й как бы, шлёпаешь 340 шмот, и норм. Убери говно у клетки. Лучший. Эх, кто-то новый патч пробует, а кто-то в армии. Ах, Рагнар! Мы всё просрали! Матфа-факер киксин лайк. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вилноу. С наступающим Новым Годом, если, конечно, ещё можно, или уже можно, поздравляю, да, с наступающим. И в этом видео я расскажу вам о том, как можно максимально быстро одеть своего персонажа в реалиях 8.1, с новыми вкусными нововведениями. И, естественно, расскажу это полностью пошагово, как вам нравится, поэтапно. И самое, что главное, вы сделаете это просто, легко, и проблем с этим ноль будет. Просто ноль, ни одной проблемы. Итак, с чего стоит начать? Начну с самого конца. С самого конца обязательно, когда вы прокачали только персонажа до 120, да, то есть я взял своего приста, именно, чтобы показать вам, что это действует, да, как минимум. То есть, смотрите, для начала откройте локальные задания. То есть локальные задания открываются у нас вот здесь, на вот этом корабле открываются. То есть тут выполните какой-то квест, и там откроются локальные задания. Все крайне просто. Это у Орды, у Альянса же, это находится у нас, ребятчики, вот здесь вот, в Бараусе. В Бараусе находится, примерно вот здесь у них Альянсеровский корабль где-то стоит. Вот, точно такой же, как и у нас у Орды. Значит, открыли локальные задания, все, радуетесь. Это первый пункт, который вам нужно помнить. Следующее. С выходом 8.1 все профессии научились у нас крафтить 340-ой шмот. И это очень приятно, потому что они могут его продавать. Поэтому просто заходите на аукцион, у меня он на маунте, а вы можете его, соответственно, найти в Агримаре или в Штормграде, в зависимости от фракции, да, к примеру. И просто банально вписываете. Например, вам нужен двуручный какой-нибудь посох. Вводите двуручный посох, ставите здесь, пишите 120-120, чтобы только на 120 уровень. И выбираете качество эпическое. Выбираете эпическое качество и, пожалуйста, жмете цена за штуку. И видим, например, вот 310-ые посохи, видите, пошли. И чуть-чуть, немножко подождав, немножко поискав, находятся вот и 340-ые посохи, самые наши посохи, да. То есть я выбираю, конечно, показываю самый такой, скажем так, дорогостоящий вариант того, что можно в целом купить на аукционе. То есть именно 10 тысяч голды. Всего у вас, скажем так, это покупка в виде гирапа, чтобы ускорить всю деятельность. Обойдется, ну, максимум в 20 тысяч голды. То есть 20 тысяч голды это немного, дорогие друзья. Вы можете просто воспользоваться одним из моих гайдов по голдфарму и часок там поформить, продать на аукционе. Или со мной на боефарме постоять, часик, может, два. И все, у вас будет эта голда. Спокойно все гирапните, купите, да, с 18 до 22 по московскому времени я оформлю. Так что приходите вместе со мной, нафармите на это. Ну, в общем, цены доступные, я скажу. То есть 340-ой шмот. То есть этот шмот распределяется, в общем-то, на все предметы, кроме, естественно, азеритовых. То есть вы можете купить за счет этого себе наручи, перчатки, пояс, ноги, кроссовки, два кольца. Кольца, хочу заметить. Надо покупать именно с разным камушком. Видите, тут разные два цвета камушка. Они только 310-е кольца, да. И кроме аксессуаров. Ну, аксессуары вы можете какие-то купить, да. Но они будут не очень, поэтому не советую этим заниматься. Еще и дорого. Слишком я вот купил, чтобы побыстрее ускорить немножко. Ну, это будет, конечно, за 20 тысяч стоило. Не надо этого делать ни в коем случае. Ну, и, соответственно, оружие. То есть все, что можно, можете купить. По-моему, только у кистевых. Оружий нет 340-ых. Их там 325-ые можете купить. Потому что, ну, шаманом получается. И кто там у нас еще с кистевыми. Некоторые разбойники с кистевыми ходят. И вы достигнете таким образом, ну, 320-го уровня примерно. То есть только прокачавшись за 20 тысяч. Очень удобно, крайне. В случае, если у вас не получилось добиться 320-го уровня. Я сейчас расскажу, зачем он вообще вам нужен. Я хочу напомнить, что, во-первых, открывшиеся локалки после покупки этих вещей позволят вам какие-нибудь найти недостающие элементы. Например, кольца, к примеру, видите, 320-330-е можно какое-нибудь найти. То же самое касается каких-то аксессуаров. Можете вот так вот порыскать аксессуары, да, найти. Это очень удобно и приятно. Хочу также заметить в дальнейшем, тоже заметить, раз мы уже добрались до локалок, что тарталанские искатели, вот эти вот черепах, которые добрались до воды, их локалки время от времени в качестве награды предлагают сундук, в котором будет до 370-го и левела кольцо, либо аксессуар. Ну, это в зависимости от вашего и левела будет скалироваться, конечно, да. То есть вы можете и там недостающие, как бы, кольца и аксессуары добыть дополнительно. Итак, мы получили 320-й уровень. То есть вы сами видите, 329-й в моем случае. Ну, это я залутал 370-ю шмотку и 385-ю шмотку. Это, по сути, сколько мне дало? Ну, 7 левелов мне это дало. То есть у вас были бы 340-й и 320-й. Ну, естественно, вот видите, тоже это и левелов 5-й, 6-й дало, от какой-нибудь дефолтной после прокачки аксессуара. Тоже где-нибудь просто на локалке найдете, например. Или, допустим, какую-нибудь бредовую фигню за 310-го и левела купите на аукционе, чтобы добить. Добиваетесь 320-го и левела. И тут, ребяточки, наступает следующий этап. Перед этим, конечно, хочется заметить, что сердце озерот у нас, да, тринкет, есть вот амулет. Это уже касается информации для тех, у кого есть мейны, да, и вы одеваете твинков. Напоминаю, что если вы уже прокачали репутацию хотя бы до почтения защитниками Азерота, ну, где вот этот магний бронзоборот в Силютусе стоит, он дает квесты на дружелюбие, уважение и почтение, каждый из которых, ну, мгновенно апает на 15 левелов ваше вот это вот ожерелье. Поэтому, если у вас есть твинки, теперь вы можете из-за них тоже апнуть, но не качая репутацию, что довольно-таки тоже неплохо, и это надо помнить, но введение 8.1. Затем, что же нас ждет? Интересно и крайне важно. Это выхода основного контента 8.1, то есть 22 января, вот, когда там станет все больше, сложнее, новые вещи, новые рейды, новые пахальные подземелья, все новое. Нам нужно как-то одеться, да, в более высокий левел, и вот как раз таки тут у нас есть отличное для этого подспорье. То есть это многоуважаемые фронты, многоуважаемые фронты, которые мы уже разбирали. Чтобы на них попасть, что на первый, что на второй, что вот Битл Стромгард и За Темные Берега, нужно именно 320 левел, чтобы сюда зайти. Вот для этого он и был и нужен. То есть отсюда вы можете, пройдя этот фронт, получить 340 шмотку, плюс, не считая аксессуаров и, опять же, колец, там они не падают, но все остальное падает, включая оружие, естественно, и азеритовые доспехи. Можете получить там 340 шмотки, которые могут, в теории, если повезет, апнуться и в высших до целого 395-го. Но это как бы рандом, и мы не совсем туда идем. Проходя первый раз, первый раз, такое вторжение, точнее, такое вот битву за Стромгард, например, За Темные Берега, появляется у нас вот такой тут квестик. Рядом со столами, то есть у Альянса тоже там стол рядом с кораблем. 385-я шмотка рандомная, то есть, опять же, кроме колец и аксессуаров, включая оружие, выпадает 385. Это жестко, это много, это приятно. Вы можете это залутать. В случае, если у вас Варфронт за Арати, то есть квесты скоро появятся у Альянса, как они доберут взносы, у них появится квест на 370-ю шмотку, что тоже неплохо. И что же мы имеем? То есть мы каждую неделю, каждую неделю, один или два раза, как повезет, да, можем выполнить квест на 370-385 шмот, что неплохо. Опять же, рандомный шмот, 370-385. Если, скажем так, будет прокать в нужные слоты, то вы довольно-таки быстро оденетесь до 22 января. Тут сколько осталось? Пять или шесть недель. А это гарантированные 5-6 шмоток 370 и 385, что довольно-таки сильно. Напоминаю, что... Ну, это халява, фактически. Потому что Варфронт проходит за этот 15-30 минут максимум. Да, вот как-то так. То есть это быстро довольно-таки. И затем, что нужно помнить, что есть, конечно, еще у нас всякие ворлдбоссы. Ну, я советую ворлдбоссов именно 355-й шмот, из которых падает с обычных наших двух локаций, игнорировать, потому что, ну, зачем бы вам это нужно было, да? Я советую отправиться сразу в бой. Например, либо на Арате, либо на темные берега, которые вот здесь вот находятся. Чтобы до них добраться, все очень просто. Когда у вас именно здесь есть локалки и, соответственно, ворлдбосс, сюда будет ввести портал. То есть он у Альянса тоже там рядом стоит и у Орды. Вот сейчас у Орды в Арате, у Альянса, соответственно, отправляет их на темные берега. Что мы получим? Во-первых, мы получим там с рандома. Опять же, с рандома. Ну, честно говоря, думаю, за 5-6 недель вполне легко выводить оттуда прям весь шмот, честно говоря. И самое приятное, что он как раз-таки тоже 370 и 385. То есть здесь, не смотрите на то, что здесь как бы нет локалки. На самом деле она есть. Вот. Это сейчас я объясню, почему. То есть здесь стоит у нас ворлдбосс многоуважаемый, опять же, да? Вот он, да? Львиный рык. Ну и, соответственно, ордынский вариант. Там ордынский точно такой же танк стоит, с которой падают, в общем-то, свои какие-то предметы каждому классу. Но это именно каких-то парочка, именно доспехов каких-то азеритовых 370-х. И какая-то тринкет, может быть, у орды, по-моему, два тринкета. И, по-моему, то ли нагрудник, то ли еще что-то. Но это у каждого класса по-своему, да? То есть идете туда, но перед этим, перед этим обязательно загляните к трансмагрификаторам. То есть у стражника любого спросите, где он находится. И у этого трансмагрификатора, опять же, многоуважаемого, находится вот такой вот вендор, который позволит вам за голду, почетные знаки для ресурса для войны, купить себе печать судьбы воина. Печать судьбы воина даст вам именно возможность дополнительной добычи. То есть убивая этого ворлдбосса, вы как бы получаете шанс еще раз получить с него добычу. Пользуйтесь и получайте. То есть мне, например, часто падает, честно говоря, бывает, не упадет. Но, опять же, довольно часто падает. И мы нацелены вот на такой легкий, как бы, прокач, что приятно. Напоминаю также, что на темных берегах есть, как бы, такой другой ворлдбосс. Другой ворлдбосс, он стоит вот здесь. Вы его просто идете и убиваете. Там такое дерево будет стоять. С него, с этого дерева, падает 385-й шмот. Сразу. Сейчас я покажу, как он. Вот он, Ивус, лесной властитель. 385-й шмот с него падает, что тоже, конечно же, приятно. И вы можете полутать его, но в случае только, если ваша фракция захватила варфронт. И у вас туда есть портал. Потому что, если у вас там его нет, вы с него лута никакого не получите. И, что самое приятное и прелестительное в этом. То есть, как вы знаете, это можно делать раз в неделю. Убивать этого ворлдбосса. И, казалось бы, раз в неделю и все. Но варфронты, варфронты, они заканчиваются каждую неделю, но не в среду, а в другие дни. Например, вот они открылись, варфронты, сейчас у нас пятница, да. То есть, мы могли убить до среды, как бы, босса, да. И потом среда прошла, и появилась возможность еще раз убить этого босса. И, то есть, через 6 дней, вот мы убили еще одного босса, через 6 дней, опять же, обновляется. Мы убиваем еще раз ворлдбосса, еще раз. Меняется варфронт местами. И у нас появляется возможность убить второго ворлдбосса, который появляется либо на Арате, либо на темных берегах. Когда сменяются вот эти вот самые властители, скажем так. Альянс Орда, меняемся мы теперь местами. И это приятно. На мой взгляд, это хорошее подспорье, чтобы одеться в 370-385, ну, абсолютно без напряга какого-либо. Потому что, ну, я сейчас так всех твинков своих и одеваю. Буквально минутные дела, скажем так, туда телепортнуться, и все. То есть, вот так, да. То есть, мы имеем хорошее подспорье на мощный шмот. Что еще из халявы хотелось бы вам рассказать? Именно халявы, то, что, сами понимаете, труда в этом ноль. Все, что я сейчас рассказал, сделать. Что можно еще? Есть разнообразные вторжения. То есть, сейчас, я так понял, его нет. Вторжение, оно появляется вроде как каждые 12 часов на 6,5 часов. За него вы получаете тоже там шмотку. По-моему, там именно азеритовая шмотка. И она тоже от вашего и левела скалируется. И, то есть, до 370-го, да. Сейчас скалируется она, может, 370-я выпасть. Ну, там будет написано на сундуке, какой, собственно, и левел этой шмотки будет. Это тоже довольно-таки приятно. И, конечно, хочу заметить, что у нас в игре присутствуют многоуважаемые события. То есть, сейчас, например, идет событие просто, надо, вот, подземелье Battle for Zero события называется. То есть, нужно будет пойти 4 подземелья, чтобы получить 370-ю шмотку. То есть, как видите, дальше будут, например, битвы питомцев. Потом события, опять же, путешествия во времени, предлагающие те же условия. 4 проходите путешествия во времени и получаете 370-ю шмотку, да. И это классно, это классно. Я не помню, а за стычки всякие даются. Ну, по-моему, тоже дается, если есть какие-то вот такие вот штуки приятные. И где же эти квесты брать? Естественно, первый квест, этот и все квесты будут сдаваться у летописца Шупа за Альянс. Как видите, вот он. То есть, вы получаете героическое сложности ульдирских сокровищ. То есть, получаете рандомную шмотку из ульдира на героической сложности. То есть, они 370-е. Как видите, что-то одно вы отсюда залутаете рандомом. Какую-то вот шмотку. Возможно, даже какую-то очень хорошую шмотку. То же самое будет с путешествиями во времени. То есть, вам только надо будет именно зайти в поиск подземелья. И здесь будет вот случайное путешествие во времени. Проходите, несложно. Берет сразу. Это хорошо, да. У Альянса этот многоважаемый летописец с другим именем. Но стоит, в общем-то, тоже в Баралусе у нас. Вот здесь он стоит. Вот тут он стоит с этим квестом. То есть, тоже хорошее подспорье на 370-ю шмотку. И, казалось бы, вы подумаете, как же пройти эти 4 похоронных подземелья, да? Естественно, крайне маловероятно, что маленьким левелом вас будут куда-либо брать. То есть, это естественность. Обычная норма World of Warcraft. Пока вы там не будете уже богом, который будет с волшебной палочкой ваншотящих всех мобов. Или танчи, или хилищих. Как бы, вас никуда не возьмут. Поэтому, надо делать это самостоятельно. Выбираете подземелье. Вот, как видите, здесь можно найти. Можно найти вот такие. Вот, например, MMO 4 Quiet Hebe Do. Вот это на уважаемом испанском похоже. Но я не уверен. Но, как бы, намек на то, что надо пройти MM. Видите, MM 0. То есть, 4 на 0. Вы можете проситься в такие группы. Вот, weekly quest, mythic тоже x4. Вот, к примеру, люди собираются и проходят вместе 4 этих квеста ради шмотки. Я советую вам собирать самостоятельно. Поэтому заходите в подземелье. Собираете группу. И пишите, естественно, по-английски что-то наподобие. Что-то напишите, типа, 0, как бы, 0+, 4x. Миф, вот так пишите. Куест, как бы. Куест пишите. И, типа, собирается группа. Либо на русском напишите, да. То есть, неважно, что вот здесь вот вы выберете, да. Это не имеет значения, что вы выберете. Оставьте все как есть. И все. И ищите, набирайте там танков, дамагеров, да пожестче на всякий случай, да. Вот, чтобы по-быстрому пройти. Поскольку вы будете лидер, всем будет, в принципе, все равно, что у вас маленький левел. Это нужно помнить. И то, что вы не умеете, возможно, играть. Главное, не берите танковую роль или хилищую роль. Просто оставьте это другим людям, если вы в себе не уверены, да. И получите тоже классную халявную шмотку. То есть, вот, можно сказать, все на данный момент методы получения халявного шмота. Где вы именно составите минимальное количество труда. Для вас это составит, да. И при этом составит очень мало по времени это все. Все, буквально, вот, все, что я сейчас перечислил, сделать можно будет часа за три. И то, два из которых будут именно прохождение вот этих вот летописцев и так далее. Потому что это все крайне-крайне просто, да. Ну, конечно, естественно, это не забудет вам мгновенно. 370 плюс 385 шмот плюс, да. Но, сами понимаете, просто по истечению времени, если вы планируете играть дальше и готовитесь ворваться в новый контент. И вообще, хотите быть на острие, как говорится, бритвы, на ноже, как бы, бегущей по лезвию. Вот. Вы подготовитесь. Потому что следующий наш рейд, следующий наш рейд, это, вот он, битва за зал Аллор. И уже в обычке, в обычке здесь у нас 385 шмот ждет. Поэтому надо, чтобы сюда пойти, ну, хотя бы 375 плюс быть. Иначе вас не возьмут даже в обычку 380, да. Но за 5-6 недель, сколько осталось до 22 января, вы, естественно, все успеете это сделать и получить. Конечно, потом будет ЛФР с 370 шмотом. Конечно, опять же таки, есть у нас ЛФР Ульдира тоже с 340 шмотом. Удивительно, отвратительно. Поэтому даже тоже не советую туда ходить. Бессмысленное занятие. Лишний раз, если у вас остались, после, например, моих рассказов, ну, то есть вы все сделали. И у вас остались какие-то азеритовые доспехи, которые вам не выпали. То есть, видите, например, с Варфронта 340 на рамник выпал, на плечник. Вы можете, вот, пойти какие-нибудь сделать, например, квесты, тут всякие вот локальные, да, на азеритовую броню 340. Опять же, вторжение, возможно, вам повезет, выпадет именно в ваш слот. Он так и так выпадет, только в ваш слот, именно, какой не хватает. И вы уже будете довольно-таки приятно себя чувствовать. Фактически, если посмотреть на моего персонажа, да, то есть, заменить кольца, добавить еще один аксессуар и заменить, опять же, два лоу-левельных жестко-азеритовых доспеха, то мой левел, он будет выше 340-го и уже прям за мгновение, что даст вам возможность сделать все, что угодно. Напоминаю, что квесты, кстати, на 4 эпохальных подземелья, которые я вот здесь показывал, о летописце, проходить можно еще в ключи, как бы, да, то есть, если плюс 1, плюс 2, плюс 3 будет проходить, тоже будет засчитываться в этот квест, что тоже довольно-таки приятно. Раньше такого не было, раньше надо было именно плюс 0 проходить. Потом вы можете также пойти собирать пати в ключи, опять же, самостоятельно создавая. Напоминаю, что, что нужно, чтобы зайти в Mythic+, это, кстати, очень, я так понял, основной вопрос для многих новичков, как вообще пойти в ключи, плюс 0, я на него прямо сейчас отвечу быстро, да, коротко, возможно, если вам будет непонятно, оставьте в комментариях там мнение, что как, что, Роман, побольше расскажи, все дела, но логика простая. Во-первых, просто правой клавишей мыши по себе жмете, то есть, у меня вот здесь фрейм, у вас, может быть, вот здесь вот такой самый стандартный, просто правой клавишей мыши по своему герою, вот, за здоровьем, и вот здесь сложность подземелья, выбираете эпохальное. После чего все входы в вот эти подземелья, вы получаете именно эпохальную сложность. И, например, все, блин, здесь загородила, конечно, золотая жила, то есть, синим кружочком будет отмечены все входы, если вы их хоть раз посещали, и, допустим, вот они так светятся, и, заходя в такое подземелье, вы, как бы, заходите в сложность именно эпохальную, и, то есть, это уже непонятно, по поиску надо делать, а, опять же, так же, собирать, плюс ноль пишите, чтобы найти в обычку обычную эпохальную сложность, да, плюс ноль пишите, и там, например, пишите фаст, какое-нибудь такое название, чтобы заманить всех, что, типа, быстро проходим, без проблем, все дела. Заходите все вместе, там, суммонитесь около камня, который обычно стоит, камень призыва, заходите, кстати, здесь автоматически еще дополнительно, видите, квест, приглашение дался, и в каждом подземелье на входе стоит такая вот мусорка, какая-то вот сигарету туда скидывать, жмете по ней, и, если у вас есть ключ, плюс один, плюс два, плюс три и так далее, вы просто этот ключ из инвентаря вставили сюда и нажали активировать, и оно запустилось в подземелье, и вы пошли его проходить. Чтобы получить сам ключ, вам нужно просто вот этот вот плюс ноль, в который только вы зашли, любой пройти, вот любой проходите, и все, как вы получаете какой-то там ключ, и потом дальше его, этот ключ развиваете. Что касается механики ключей, тоже по небольшому расскажу, если вы, там есть три показателя, скажем так, три черточки, когда вы будете проходить, здесь будет идти такая полоса времени, на ней будет три такие вешки стоять, три полосочки, вот, этого лучше, чем две, вот, в некоторых случаях кому-то не нравится две, но это уже дело каждого, да, три полосочки будут стоять, и зависит от того, насколько вы быстро прошли, настолько ключ и апнется, если прошли быстрее, чем эти, дошло дальше третий, там исчезает, да, то плюс три будет ключ, если две осталось, то плюс два, если одна, то плюс один осталось, то примерно как-то вот так будет апаться, если же вы не успели пройти во время, то это будет просто минус один, вот, ключу, то есть у вас был, допустим, восьмой, станет седьмой, и всегда, каждый раз, когда вы апаете, там выкидывает рандомный инст, то есть, допустим, проходили вы плюс три золотую жилу, прошли ее на плюс два, получилось плюс пять, и появляется какой-нибудь отталдозор подземелья, и вы уже в отталдозор должны будете идти, либо может повести, например, плюс пять, опять золотая жила будет, то есть, ну, абсолютно рандом, так работают ключи, такую небольшую сделал часть, специально для новичков, которым это должно понравиться, ребяточки, я надеюсь, вам всем это понравилось видео, обязательно поставите лайк, если вначале его еще не поставили, а надо было с самого начала поставить, забыл сказать, но я думаю, вы догадались, ребяточки, спасибо большое за просмотр, оставляйте какие-то свои комментарии, какие-то вопросы, в дальнейшем я продолжу рассказывать на подобные темы, вот, и не только, не только на Голдфарм, там и тоже по Голдфарму, разберемся, что происходило в 8.1, это было второе видео на тему 8.1, останется только по Голдфарму рассказать вам, ну, и потом как-нибудь ближе к Новому году расскажу о актуальных метах Голдфарма, естественно, расскажите друзьям, нажмите там на колокольчик и, конечно же, ребяточки, жуяу! Мабафака кикс и лайк! Субтитры сделал DimaTorzok